Будущий офицер, профессиональный защитник Родины должен знать не только военное дело. Изучение истории страны и прежде всего ее боевого прошлого – неотъемлемая часть программы обучения курсантов. Воспитанники факультета военно-морских сил Одесской национальной морской академии побывали на экскурсии в катакомбах. Рассказ о подземельях для всех гостей начинается традиционно – с первых лет существования Одессы. Это единственный город в мире, в буквальном смысле поднявшийся из-под земли. Катакомбы выгодно отличаются от обычных музеев тем, что здесь нет строгих надписей – руками не трогать. Наоборот, при желании можно попробовать себя в качестве добытчика камня. Вам дадут настоящую пилу и ломик, которыми работали 150 лет назад. Энергии экскурсантов хватает в лучшем случае на минуту. Курсантам интересна прежде всего военная история. Этот район выработок расположен на Молдаванке. В годы гитлеровской оккупации вместе с нашими партизанами здесь действовала группа словаков, покинувших вражескую армию, чтобы не стрелять в братьев славян. В отличие от воспитанных в атеистическом духе советских солдат, они были суеверны. И перед выходом на операцию, чтобы благополучно вернуться, бросали монетки в колодец. Сегодня это делают гости. Другое интересное место – построенное в 30-х годах прошлого века убежище с командным пунктом. Когда-то вход перекрывала массивная металлическая дверь, защищавшая от газовой атаки. Сверху дозорные передали, что сюда направляются румыны, румынская военная полиция Сигуранца. Их уже здесь ждали. Пулеметчик открыл верхнюю створку двери, когда румыны спустились сюда. Вот из этой коробки патронной зарядил пулемет и встретил румын шквальным огнем. О точности его работы вы можете, собственно говоря, судить по этой каске. Входное отверстие раз, входное отверстие два. Подземные военные сооружения предназначались для узкого круга избранных, командного состава и партийной коммунистической элиты. В них были созданы вполне комфортные бытовые условия и даже небольшой клуб, где показывали кино. Простые смертные на поверхности, в случае чего должны были выживать кто как сможет. Даже на человека военного, который по складу характера суров и сдержан, катакомбы производят впечатление. Очень интересная, увлекательная экскурсия. Много нового узнали о Старой Одессе, о Второй мировой войне. Спасибо экскурсоводам. Все было хорошо. Первый раз в таком месте. Очень понравилось. Мне понравилось, думаю, моим товарищам. Очень понравилось. Хотелось бы побольше походить. Ну, как время, но у нас форма. Ну, не сможем провести больше времени. А так, в основном, понравилось. Изучение катакомб продолжается. Как непосредственно под землей, так и в архивах. Половина всей информации связана с военной историей. Причем места событий остались почти нетронутыми. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания Круг.